Пример для миллионов людей во всем мире. Человек с невероятной силой духа и волей к победе. В рамках международного кинофестиваля «Соль земли» прошла творческая встреча с российским фигуристом, олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта Романом Костомаровым и его женой, чемпионкой мира Оксаной Домниной. В прошлом году фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Более затронуло все сосуды организма. У Романа развился сепсис, что привело к гангрене. Спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Из больницы вышел только в июле прошлого года, а налет стал уже в декабре и начал тренироваться. После творческой встречи прошел показ документального фильма «Роман Костомаров. Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского из Санкт-Петербурга. Картина вошла в конкурсную программу 17 фестиваля «Соль земли». Он продлится до 20 сентября. За это время жители и гости Самары смогут увидеть более 40 фильмов. Есть уникальная возможность у самарцев получить знания о том, какое сегодня документальное кино в России. Но это поверхностный взгляд профессионалов от кино. А если глубоко на это смотреть, какова сегодняшняя жизнь в России. Потому что почти каждый фильм отражает жизнь России сегодня в разных регионах. Это, конечно, дает большую пищу для нашего зрителя, для размышления. Потому что фестиваль не случайно называется фестиваль «Соль земли». Это прежде всего о людях нашей огромной страны. С приветственным словом от лица главы Самары Елены Лапушкиной обратилась руководитель пресс-службы Елена Алексеева. Мы знаем, что снова увидим работы, которые тронут до глубины души. Дотянутся до каких-то уже, может быть, немного забытых чувств, ощущений, воспоминаний. А другие работы позволят поговорить о том, что для каждого из нас на поверхности, для каждого живо и важно. Знаю, что члены жюри и зрители и посмеются, и поплачут, и заинтересуются, и углубятся в темы, которые затронут фестивальные работы. Мы рады, что такой фестиваль зародился и развивается в Самаре. На фестивале представлена картина не только из России. Фильмы режиссеров Белоруссии, Армении, Киргизии, Сербии, Бразилии, Аргентины, Индии и Ирана также представлены в конкурсной программе. Их покажут в Центре культурного развития художественной. Программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.